Следующий выступающий, господин Слуцкий, Российская Федерация. Большое спасибо, госпожа председатель. При прочтении этого доклада возникает впечатление, что речь в нем идет не об Украине, а о некой виртуальной стране, которая существует только в воображении докладчиц. Вы утверждаете в параграфе 15, что ультраправые радикалы не захватывали власть в Киеве. Но сегодня в большой части украинских регионов запрещена деятельность Коммунистической партии Украины, запрещена деятельность партии регионов, и в офисах этих партий есть люди, которые попросту убили. Которых убили, они отдали свои жизни за свои политические убеждения. Сегодня в Верховной Раде работают далеко не все представители этих партий, а лидер Коммунистической партии, наш коллега по парламентской ассамблее, господин Петро Симоненко, был вчера избит, и это было показано по всем европейским телевизионным каналам представителями Националистической партии «Свобода». Вы говорите о том, что на Украине нет проблем с русским языком и с языками меньшинств. Но господин Тегнебок отчетливо сказал, что употребление русского языка будет приравниваться к сепаратическим призывам. И сегодня в массе регионов, особенно Западной Украины, людей преследуют только за то, что они говорят по-русски. Вам нужно просто прислушаться к людям, которые находятся на улицах, которые живут на Украине, но вы не хотите их слушать. Вы говорите, что на Украине сегодня нет нацизма, но при входе в кабинет господина Дмитрия Яроша, одного из лидеров правого сектора, написано, что вход только для нацистов. О чем же говорить, уважаемые господа? Сегодня мы должны говорить о том, что к власти пришли нелегитимным путем и совершили государственный переворот люди, которые в том числе исповедуют нацистскую идеологию. И это неприемлемо для Европы 21-го столетия. Я не согласен с риторикой доклада. Мы сегодня говорили в социалистической группе о том, что мы не парламентская ассамблея НАТО, хотя, похоже, этот доклад написан далеко не в Страсбурге. Я не удивился бы, если бы он написан был в Вашингтоне или в той же парламентской ассамблее НАТО. Мы самая большая организация в Европе. Мы большая европейская семья. Мы, Совет Европы, призваны в будущей европейской архитектуре объединить Восток и Запад. Но мы действуем совершенно наоборот. Я предлагаю всем нам не голосовать за этот доклад, который является наиболее чудовищным проявлением двойных стандартов за всю новейшую историю Совета Европы. И приглашаю всех к сотрудничеству во имя истины и во имя высоких стандартов нашей организации. Спасибо.